С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 18 мая, Международный день музеев. Отмечается миром с 1977 года, когда 11 конференция Международного совета музеев, она составилась в Ленинграде и Москве, по предложению российской делегации принимает решение об учреждении ежегодного профессионального музейного дня. Отметим, что данное предложение принадлежит Ирине Антоновой, в то время директору музея имени Пушкина. В этот день двери музеев открываются для всех желающих, абсолютно бесплатно показывая новые экспонаты и залы. Но иногда музей приглашают и на онлайн-трансляцию, когда приходит время самоизоляции. 18 мая в России отмечается праздник Балтийского флота. В этот день в 1703 году, во время Северной войны, флотилия из 30 русских рыбачьих лодок под предводительством, естественно, Петра Первого и его друга из подвижника Александра Меншикова, атаковала вошедшие в устье Невы два вооруженных пушками шведских фрегата. Воины Петра располагали лишь ружьями да гранатами, но их мужество и дерзкий натиск превзошли все ожидания. Оба шведских судна были взяты на абордаж. Эта первая победа русского флота приводит Петра Первого в неописуемый восторг, и он тут же повелел выбить медаль с надписью «Небывалое бывает». О родившихся в этот день. 1048 год. В этот мир приходит Омар Хаям, персидский таджикский поэт, математик, философ. Его рубаи, то есть четверостишья, в которых средневековый автор прославлял любовь, красоту и жизнь, стали одними из самых известных произведений мировой литературы. Книга «Рубаят» вошла в Золотой фонд восточной поэзии. Вот уже много лет она пользуется огромной популярностью во всем мире. Ну, например, красивым быть не значит им родиться, ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душою человек, какая внешность может с ней сравниться. 1868 год. День рождения Николая II, последнего российского императора, старшего сына императора Александра III. Он получил домашнее образование, но в рамках большого гимназического курса и по линии генерального штаба. В совершенстве владел французским, немецким и английским языками. Коронация нового императора и его супруги состоялась только через два года. Правление Николая II закончилось отречением, сменой строя и казнью императора. В 1920 году родился кароль Войтыла, папа римский Иоанн Павел II. Самый гуманитарный, как называют его, и самый филологический папа за историю всего папства. По длительности своего понтификата он уступает только апостолу Петру и папе Пиев IX. Весной 2014 года Иоанн Павел II причислен папой франциском к лику святых. 1962 год. Рождается немецкая поп-певица Сандра. В начале своей карьеры она выступала в трио арабески. Потом взлетела еще выше с песенкой Мария Магдалена, написанной Мишелем Криту, который вскоре стал ее мужем. О событиях этого дня. В 1753 году указом русской императрицы Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк. А 12 июня в 1860 году указом императора Александра II на основе реорганизации государственного коммерческого банка учрежден государственный банк, госбанк, центральный и крупнейший на то время банк Российской империи. 1804 год. Французский сенат принимает решение передать власть наследственному императору. 2 декабря 1804 года в ходе пышной церемонии, которая будет проходить в соборе Парижской Богоматери с участием Папы Римского, Наполеон Бонапарт короновал себя императором французов. Причем корону он сам на себя водрузил. А в марте 1805 года он короновался еще и в Милане, после того, как Италия признала его своим итальянским королем. 1899 год. В Гааге начинает работу первая мирная конференция, которая собирает представителей 27 государств мира. Инициаторами ее созыва стали император Николай II и министр иностранных дел России на то время Михаил Муравьев. Он обратился к державам мира с предложением о сокращении вооружений. Последнего достичь не удалось, но заключили договоры о мирном разрешении международных споров, о законах ведения сухопутных и морских войн. А еще подписали три декларации о запрете применения газов удушающих, о запрете разрывных пуль и о запрете сбрасывания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров. Впрочем, как потом показала история, ни одно из этих решений фактически выполнено не было. А мир пережил две страшных войны. 1928 год. В Москве начинается так называемый шахтинский процесс, который еще до недавнего времени характеризовался как суд над контрреволюционной вредительской организацией, организованной в Шахтинском районе Донбасса. Суд под председательством Вышинского, бывшего до того ректором Московского университета, предъявит обвинение 53 руководителям, инженерам и техникам в разрушении важнейшей топливной базы СССР с целью сорвать социалистическую индустриализацию страны. А газета «Правда» опубликует передовицу под названием «Собакам собачья смерть». 1967 год. Председателем КГБ назначается Юрий Владимирович Андропов. Несмотря на свой образ комитетчика, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, говорят, любил и прекрасно разбирался в искусстве. Хорошо относился к абстракционистам и даже покупал их картины и много читал. На его рабочем столе лежали книги Гегеля и Декарта. Есть легенда, что когда члены Политбюро спрашивали Андропова, «А зачем ему эти книги?» Юрий Владимирович мягко отвечал, чтобы было о чем с вами разговаривать. 18 мая 1995 года в своем доме в западном Голливуде скоропостижно скончался Александр Годунов. Иосиф Бродский пишет в «Некрологии». Я считаю, что он не прижился и умер от одиночества. Тайна творческой фигуры Годунова по-прежнему не разгадана. Он был, по мнению многих экспертов 80-х и 90-х годов, исключительным и уникальным танцовщиком. Но не сложилось. Ни в СССР, ни за границей. 2005 год. Футбольный клуб ЦСКА выигрывает Кубок УЕФА. Фантастика. И еще об одном событии. В 1800 году в этот день скончался граф, князь Италийский, великий полководец, не проигравший ни одного сражения, Александр Васильевич Суворов. Поэт Александр Шишков в так называемых стихах для начертания на гробнице Суворова писал. «Остановись, прохожий! Здесь человек лежит на смертных непохожий. В единое лето взял полдюжин он трои, Как молния сверкал и поражал, как гром. С полками там ходил, где чуть летают птицы, Жил в хижинах простых и покорял столицы. Был двух империй вождь. Европу удивлял, Сажал царей на трон и на соломе спал». Суворов умер во втором часу дня в Петербурге, куда прибыл в начале мая в простом закрытом воске, больной и обессиленный, но непобежденный. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok